SCP-944. Зеркальный лабиринт. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-944 должен быть огражден трехметровым сплошным забором, который выполняет две задачи. Препятствует проникновению гражданских лиц и позволяет проводить эксперименты незаметно от посторонних. Официально SCP-944 объявлен подлежащим сносу здания. Возле забора размещены предупреждающие знаки «Строительная площадка». Местность должна охраняться сотрудниками службы безопасности первого уровня допуска в форме парка развлечений засекречена. Всем сотрудникам, включая класс D, входящим в SCP-944, необходимо следовать синим напольным линиям, показывающим безопасный путь. По причине возможного аномального воздействия, зал веселья является запретной зоной. Всем сотрудникам класса D, отправленным в SCP-944, должны быть установлены подкожные GPS-мычки. Описание SCP-944 – это одноэтажное здание, представляющее собой бывший аттракцион «Зеркальный лабиринт». Парк развлечений засекречен в засекреченном. После проявления нескольких явных аномальных эффектов, здание было занято фондом. Поскольку данные эффекты, похоже, привязаны к одному месту, весь остальной парк открыт для публики. На фотографии внутри SCP-944 до его постановки на содержание, люди, вошедшие в SCP-944, могут периодически сходить из проложенных пустей и заходить в зеркала, оказываясь в других местах. Несмотря на длительные исследования, пока что невозможно предугадать, когда и где появятся подобные эффекты. Кроме того, кривые зеркала в зале веселья периодически изменяют смотряющих на них людей. Изменения постоянны. SCP-944 был построен в 2006 году и функционировал нормально, пока не произошел инцидент 944-1. Неизвестно, что вызвало активацию аномального поведения объекта. Инцидент 944-1, дата 2000, засекреченный год. Засекреченная женщина, 50-53 лет, вышла из лабиринта. Она утверждала, что заблудилась в служебном туннеле и провела там три дня. Однако в SCP-944 нет служебных туннелей. Пострадавшая прошла курс лечения от обезвоживания и была отпущена. Охрана парка решила, что женщина находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И все сказанное было поводом ее воображения. Инцидент 944-2, дата 2000, засекреченный год. Засекреченный мальчик, 12 лет, был обнаружен в лабиринте в коридоре Б. Он был в тяжелом состоянии. На его руках и ногах имелись ожоги третьей степени. Пострадавший утверждал, что в течение примерно 7 часов некто, представившийся как Зиппа, клоун-пироман, удерживал его в отделанной кирпичом комнате без окон. Похититель поджигал и данные удалены жертву. Пострадавший также вспомнил, что клоун говорил «Это все часть шоу, парень!» В SCP-944 нет помещения, которое писал мальчик. Предпринятые полиции поиски злоумышленника результатов не дали. Инцидент 944-У-3. Дата 2000, засекреченный год. Засекреченная женщина, 24 лет, подверглась изменению роста. Изначально он составлял 175 см. Однако, когда она зашла в зал «Веселье» и ненадолго остановилась перед одним из кривых зеркал, ее рост уменьшился до 101,6 см. Фонд перехватил полицейский отчет об этом инциденте. Место происшествия было изолировано. Применены амнезиаки класса «Б». Здание присвоен статус SCP-объекта. Задача – начата постановка на содержание. Дополнительное проведенное расследование выявило, что SCP-944 пропало без вести за секреченный человек. Приложение. Эксперименты, приведенные после постановки на содержание. Примечание. Применение дистанционно управляемых роботов не провоцирует проявление аномальных эффектов. Поэтому было одобрено использование сотрудников класса «Д». Эксперимент 944-C-1. Дата 2000 засекреченный год. Испытуемому D-12154 позволили свободно передвигаться по SCP-944. Зафиксировано, как он прошел через зеркало 22. В коридоре C исчез. GPS-маячок показал, что D-12154 переместился на расстоянии в 1120 километров. В засекречено. Испытуемый был повторно захвачен. На допросе он заявил, что вышел из зеркала в актовом зале отеля «Засекречено». После данного инцидента «Зеркало-22» не проявляло аномальных свойств. Эксперимент 944-C-2. Дата 2000 засекреченный год. Испытуемый D-21332. Приказано пройти в SCP-944. Зафиксировано, как она прошла через зеркало 5 в коридоре А. После этого раздался крик испытуемой. На место происшествия выслана служба безопасности. Выяснилось, что D-21332 оказалась заточенной в «За» зеркало. Зеркало было разбито при попытке извлечения испытуемой. Данные удалены. Эксперимент 944-C-3. Дата 2000 засекреченный год. Испытуемому D-231-87. Приказано войти в SCP-944. Зафиксировано, как он прошел через зеркало 15 в коридоре Б. После этого тело испытуемого обнаружили перед зеркалом 15 в коридоре С. Оно было полностью покрыто тонким слоем стекла. На зеркалах не обнаружилось каких-либо повреждений. Аномальных свойств они также не проявляли. Эксперимент 944-C-4. Дата 2000 засекреченный год. Испытуемому D-231-87. Приказано войти в SCP-944. Исследовать по синим линиям к залу веселья. Позже он был обнаружен лежащим на полу. В указанном помещении. Его рост увеличился до 229 см. А также данной удлины. Испытуемый был удаленно извлечен. Через 10 минут после этого он скончался от обширных повреждений внутренних органов.